Судебная схватка между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд продолжается. В СМИ попали материалы, которые актриса предоставила в суду в ответ на ИС со стороны бывшего супруга, обвиняющего ее в клевете. Развод голливудской пары произошел еще два года тому назад. Инициатором стала Хёрд, которая утверждала, что подвергалась домашнему насилию со стороны Деппа. Актер с обвинения отрицает и требует выплаты ему 50 миллионов долларов в качестве компенсации. В материалах переданных в суд Хёрд подробно описывает случай насилия со стороны Деппа, который в тот момент находился под воздействием алкоголя и наркотиков. В документах актриса называет бывшего супруга монстром. Теперь о других новостях. Певица Кэти Перри стала лауреатом 10-й ежегодной премии DVF Awards 2019, которая вечером в четверг прошла в Бруклинском музее в Нью-Йорке. На церемонии имени известного модельера Дианы фон Фюрстенберг отмечают не просто успешных женщин, а тех, кто работает на благо общества и пытается изменить мир к лучшему. Этот вечер очень важен, потому что речь идет о женщинах. О женщинах, у которых есть сила и мужество для того, чтобы бороться и выживать, и своими действиями вдохновлять других. Честно говоря, свой дух благотворительности я унаследовала от моей мамы. Это человек, который готов пойти на любые жертвы. Она всем пожертвовала ради своей семьи. Она невероятно щедрый человек. Помимо Пэри, награды в этот вечер также получили активистка Сьюзен Бертон, профессор Анита Хилл и другие. В этом году одной из самых романтичных картин 90-х, когда Гарри встретил Салли, исполняется 30 лет. В честь круглой даты исполнители главных ролей в фильме Мэг Райан и Билли Кристал, а также режиссер картины Роб Райнер, вместе вышли на красную дорожку в рамках кинофестиваля Turner Classic Movies Festival в Лос-Анджелесе, где состоялся специальный показ комедии. Это был невероятный опыт. Я вижу Билли постоянно. Мы хорошие друзья. А вот Мэг я не видел в течение долгого времени. Так что здорово, что мы все снова собрались вместе. Любовь есть любовь. И влюбляться трудно. А оставаться влюбленным еще труднее. И когда вы находите ту единственную, вам важно ее удержать и не отпустить. Уже на следующей неделе на экраны выходит одна из самых долгожданных премьер-года от киностудии Marvel Мстителей Финал, которая расскажет о новых приключениях команды супергероя Мстителей. По случаю премьеры в Лондоне накануне состоялся специальный показ фильма с участием практически всех звезд задействованных картине Скарлетт Йоханссон, Криса Хемсворта, Пола Рада и других. Все фильмы Marvel сделаны с учетом пожелания своих фанатов. Marvel всегда прислушивается к фанатам комиксов. Фильмы ходят на широкие экраны 24 апреля. До выхода новых Мстителей остается еще немного подождать, а пока в американском бокс-офисе продолжают лидировать другие супергеройские блокбастеры. Ожидается, что на первом месте по сборам окажется «Шазам», основанный на одноименном комиксе издательства DC. Картина от Дэвида Сандберга во второй уикенд проката добавит в свою копилку еще 25 миллионов долларов. Перезапуск «Хеллбоя» одноименной классики Гильермо Дель Торо 2004 года разместится на второй строчке. А еще один ремейк – фильм ужасов «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга замкнет тройку лидеров. Редактор субтитров А.Семкин